Баку 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 В первую очередь я хочу поблагодарить за приглашение, очень рада и спасибо большое за то, что затронули такую тему, которая сейчас популярна и много проблем возникает у людей в связи со сносом земель, то есть домов, в которых они живут годами, в домах, в которых они родились, в основном это территории, которые прилегают к центру города и территории, которые идут под парки, под банки, под различные объекты, либо просто под новостройки. Вот такой бум строительства у нас в основном начался с 2011 года, в 2011 году были снесены дома по улицам, находящимся недалеко от дворца Гейтар-Алиева, это улицы Физули, Шамсибадалбейли, Бастина, Мирзага-Алиева. То есть в этих случаях люди просто пребывали в таком шоке, потому как органы, которые занимались сносом домов, они действовали по указке, но не в соответствии с законом. То есть такая ситуация. Старый дом, который существует около 100 лет, может быть больше, потому что на этих территориях находились именно такие дома. С маленькой квадратурой, ну примерно 20-30 квадратов, не сообщив жителям, почему сносятся дома, не предупредив их об этом, не оплатив заранее компенсации, не заключив договоры купли-продажи, являлись на место сотрудники полицейских управлений, сотрудники исполнительной власти города Баку, сносились грубейшим образом крыши, сносились окна тогда, когда люди находились в этих домах. То есть, ну естественно, в семьях есть маленькие дети, есть старики, люди, которые прикованы к кровати. То есть происходил просто беспредел. Практически люди выкидывались на улицы. У многих из этих жителей, вот насколько я знаю, были проблемы со здоровьем до этого, но они были усугублены именно этими действиями. То есть вот этим беспределом, вот этим самоуправством. Дома сносились, люди оказывались на улице, вынуждены были снимать квартиры, сами их отплачивать. В очень редких случаях исполнительная власть оплачивала проживание на съемных квартирах. Люди обращались в местные суды. Местные суды, естественно, принимали решения не в пользу жителей, в большинстве случаев. Были, конечно, решения, которые были в пользу жителей. Мне известен один случай, когда жители обеспечили квартирой в том же районе, где была снесена его квартира, на тех же условиях. Но это только случай, который я знаю, то есть единичный случай. В остальных случаях иски не удовлетворялись. Компенсации не оплачивались. Договоры купли-продажи заключались спустя год после снесения этих домов. То есть, согласно гражданскому законодательству, покупатель, коим является государство в данном случае, должны за год до снесения домов дать информацию жителю об этом в письменном виде. Затем должна быть оговорена цена. То есть, так как это продавец, он должен называть свою цену. Но происходит совершенно другое. Исполнительная власть предлагает 1500 монат за квадратный метр. Откуда взялась эта сумма? Нас очень интересует происхождение этой суммы, которую до сих пор еще вменяемо никто не смог объяснить. Но, тем не менее, она апеллирует во всех документах и предлагается человеку как факт. Ничего больше, ни копейки больше. Я понимаю, если это строительство стратегического объекта, оборонного значения или государственного значения. Если строится какое-то министерство, ведомство, прокладывается дорога, строится завод, больница и так далее. Но на случай из Баилова мы видим совсем другие факты. Там сносится территория под рестораны, под отели. Но людям по-прежнему предлагают 1500. Даже не предлагают. Они кладут на счет, который неизвестно каким образом открывают без согласия человека, проживающего на этой территории. Приходят, ломают крыши, выбивают стекла. Несмотря на то, что, как вы совершенно справедливо заметили, в доме находятся люди, находятся дети. Даже был просто шокирующий, ужасающий случай. Мы вот с коллегой с моим снимали этот ролик недавно. Женщина больная, у нее полиомелит. Она с детства больная. Она лежала в постели и в этот момент ломали дом. Все-таки их оттуда выбросили. Не объясняя ничем абсолютно. Скажите, откуда все-таки взялась эта сумма? Есть постановление Кабинета министров, в котором указана именно эта сумма. Но с какого расчета она взята? Никому неизвестно. То есть нет оснований для этой суммы. Притом, при всем, те квартиры, которые находятся в центре города, в них квадратный метр стоит около 3 тысяч, 4 тысяч. Бывает и больше. Но 1500 монат за квадратный метр – это установленная сумма, больше которой никому не выплачивается. То есть они ссылаются именно на эту сумму, именно на это постановление. И как бы ты не обосновывал абсурдность этой суммы, никто, естественно, на это внимание не обращает. Они говорят, вот 1500, хочешь бери, хочешь не бери. Что значит не бери? Хочешь не бери, то есть иначе ты останешься без денег и без дома. Потому что, почему я так говорю? Потому что есть случаи, когда люди, несмотря на то, что эта сумма перечислялась на их счет, они не воспользовались этой суммой. То есть она так и остается лежать на счету. Но человек может в таком случае обратиться в суд и обжаловать эту сумму. То есть он должен как-то защищать себя. А бывают случаи, когда не знаешь, на кого подавать в суд. Как в ситуации с Баиловым, понимаете? Все делается из расчета подставных лиц. И это очень тяжело. Сегодня вообще в Баку происходит действительно трагическая картина. То, что мы видим, отношение к гражданам города, оно воистину варварское. То есть нельзя так относиться к людям. Скажите, могут ли эти люди рассчитывать на помощь закона? И немножечко еще о Евросуде. Очень много жителей обращаются в национальные суды с целью дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека. Естественно, нет ни у кого ни гарантии, ни убежденности, уверенности в справедливых решениях национальных судов. Но потому как Европейский суд предполагает обращение во всеместные инстанции. То есть только после прохождения всех трех ступеней судебных инстанций вы можете обратиться в Европейский суд по правам человека. Именно это действует жителями. Поэтому люди проходят вот эти все стадии, но с той уверенностью, что они все равно проиграют. В Европейском суде сейчас, насколько я знаю, огромное количество жалоб именно по нарушению права собственности. То есть Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод и протокол номер один предполагает защиту собственности. В ней прямо указано, что никто не может быть лишен собственности только в интересах общества. Но как мы видим, у нас интересы личного характера превосходят интересы общества. То есть чей-то личный интерес к какой-то территории, он дает вот такой результат. И естественно нарушаются права большинства. Местные суды, они как правило не удовлетворяют эти иски. Хотя есть случаи, когда местные суды постановляют выплату компенсации. То есть это моральный и материальный ущерб. Но даже пройдя все три стадии и после Верховного суда, эти судебные решения, как правило, не исполняются. То есть на данный момент есть много решений, которые не исполняет исполнительная власть города Баку. И судебные исполнители, они неоднократно посылают предупреждения, извещения, письма о том, что вы должны исполнить судебное решение. Суд постановил вас оплатить компенсацию в таком-то размере. Но никто это не принимает во внимание. То есть исполнительная власть города Баку не оплачивает компенсацию. Чем они мотивируют отказ оплаты компенсации? Это вопрос к ним, не ко мне, потому что я не могу за них ответить на этот вопрос. Ну предположительно хотя бы, мне просто интересна логика этих людей, которые в собственной стране попирают собственные законы и свои же суды, свои же законодательные органы. Вот в этом-то и проблема, потому что у нас с исполнением судебных решений большая проблема. Те судебные решения, которые идут не в пользу государственным органам, они не исполняются. А решения, которые в пользу органам, они исполняются за один-два дня. То есть вот такого рода судебные решения остаются неисполненными, а это является нарушением шестой статьи Европейской конвенции. Право на справедливое судебное разбирательство. То есть неисполнение судебного решения охватывает эта статья именно. На данный момент я не знаю судебных решений Европейского суда, потому как в основном жалобы посланы в 2010-2011 годах и вот по сегодняшний день. То есть пока что еще срок не дошел, когда Европейский суд может принять решение по таким вопросам. Были в отношении Азербайджана судебные решения Европейского суда по защите права собственности, но это, как правило, были решения, связанные с захватом частных квартир беженцами. То есть такие решения были. А что касается решений по снесенным домам, они, скорее всего, ожидаются, может быть, в течение года, полтора, двух, возможно. Скажите, пожалуйста, если Европейский суд по правам человека постановил, предположим, выплатить компенсацию в том или ином размере плюс компенсацию за моральный ущерб, скажите, имеет ли Азербайджан право не выплатить эту компенсацию так же, как он поступает в отношении решений собственных судебных органов? Ситуация такова. Решения Европейского суда по правам человека, как правило, Азербайджаном исполняются в части по оплате компенсации. То есть если Европейский суд указывает на нарушение какой-либо конкретной статьи Европейской конвенции, либо протоколов к ней, Азербайджан оплачивает справедливую компенсацию, установленную Европейским судом, в течение трех месяцев. И это, как правило, происходит. Но оплата компенсации это еще не исполнение решений Европейского суда. Страна взяла обязательства перед Советом Европы. И судебные прецеденты Европейского суда носят рекомендательный характер для стран, подписавших конвенцию и входящих в Совет Европы. Здесь должны быть приняты меры индивидуального и общего характера. То есть если нарушение какой-либо статьи, конвенции или протоколов к ней является систематическим, страна должна принять какие-либо меры. Либо изменить законодательство, либо установить определенный план действий государственных органов в этой ситуации, либо приостановить какими-либо мерами нарушение этой статьи. Потому что аналогичные жалобы, которые идут в суд по снесенным домам, они просто раздражают Европейский суд. То есть постоянное нарушение вот этих статей говорит о том, что государство не исполняет своих обязательств в этой части. Именно поэтому и идут аналогичные жалобы в Европейский суд. Меры не принимаются, оплачивается компенсация, и этим самым они удовлетворены. То есть председатель Верховного суда Рамис Рзаев, он всегда говорит о том, что решения Европейского суда по правам человека исполняются в полной мере. Но вот они исполняются, как я сказала до этого, только по части выплаты компенсации. Она, как правило, выплачивается в течение трех месяцев по регламенту. Самир Хану, скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Сегодня прошла информация на одном из местных сайтов о том, что завтра будет утверждаться новый генплан Баку, который, в общем-то, последний раз, в общем-то, скажем, умер в 2005-м. С тех пор не было генплана вообще. Но, тем не менее, за это время были снесены большие районы города Баку, в том числе начался снос советской. В мэрии был представлен какой-то план застройки. Этот план мы видели своими глазами. Но получается, что этот план был липовый. То есть, если нет генплана, соответственно, они не могут предъявлять какие-то свои проекты. То есть, для того, чтобы сносить тот или иной район, должен быть уже разработан план. В общем, и благодаря этому плану уже должны быть четкие наработки, где и что будут ломать, чтобы уже конкретно об этом знали все. У нас же получается, что именно не план по сносу, а план по захвату. Что вы можете сказать о захвате без генплана, не соответствии с генпланом? Распоряжение о сносе каких-либо территорий в Азербайджане вносит исполнительная власть города Баку. Хотя, согласно гражданскому законодательству, такие распоряжения даются только кабинетам министров. Представители исполнительной власти в судах ссылаются на генеральный план и говорят о том, что есть необходимость обустройства города, его реконструкция, снос старых зданий, постройка новых зданий, постройка парков, что сейчас широко известно в Баку. И когда представители истцов обращаются с ходатайством, представьте, наконец-то генплан, чтобы мы видели, на какой территории что планируется построить. Если это должен быть разбит парк, значит, это должно быть внесено в генплан. Если этого нет, то на каком основании вы сносите наши дома и строите на этой территории парк. Совершенно верно. Но представители исполнительной власти ни разу в суд не представили генплана. Они говорят о том, что есть генеральный план, и мы действуем в соответствии с генеральным планом. То есть сейчас мы видим, что этого плана нет, что это происходит, ну, мягко говоря, самоуправно. Кто как захотел... Ложь нагромождается на ложь. Получается там. Кто где захотел построить парк, он строит парк. Кто где захотел построить новостройку, он строит новостройку. Банк и так далее. То есть территория зимнего парка, ее нигде нет. То есть мы нигде не можем посмотреть и увидеть, что именно зимний парк должен быть разбит на территории, где он сейчас находится. Там снесены огромное количество домов. На одной стороне построен парк, по другую сторону построены новостройки, где квадратный метр превышает 3000 монат. Но ни одного из этих жителей не переселили в эти дома, хотя они просили это сделать. То есть люди, которые родились на этой территории, которые всю жизнь прожили в центре города, они просили, то есть обеспечьте нас вот этой жилплощадью, мы будем жить здесь, где мы и жили. Но, естественно, получали отказ. В одном из интервью с нашим бывшим директором Багги Парагоры Эмилием Ахундовым я выяснила интересный факт. В принципе, для меня это была новость. То, что Баку, он, в принципе, любой большой город делится на три сектора. То есть если, например, ты живешь в первом секторе, то тебе обязаны, просто обязаны представить жилье в этом же секторе не далее, чем через 100 метров от твоего старого дома. Если же тебе предоставляют жилье во втором секторе, тебе должны доплачивать за это жилье. Если в третьем, то должны доплачивать второе. То есть это закон. Почему, каким образом получилось так, что этот закон есть, но он не соблюдается? Ну, соблюдение закона – это проблема у нас в общем, только не только в области защиты собственности, но и также в остальных отраслях права. То есть закон не выполняется. Закон на бумаге есть, но его никто не выполняет. Мне интересно просто знать, как это все происходит в судах. Если вы мотивируете законом против тех, кто этот закон не соблюдает, что делать при этом? в суде. Я просто не понимаю, как можно вести процесс по нарушению закона людьми, которые сами же нарушают этот закон? Вы совершенно правильно это отметили. То есть судебные решения, которые я видела именно в этой отрасли, они абсолютно необоснованы. Абсолютно необоснованы. То есть там могут перечисляться документы, которые приложены к делу. Там могут перечисляться показания истца и ответчика, то есть представителей их, адвокатов. Но решение всегда бывает одно. То есть вот суть самого решения, оно не соответствует его результативной части. Просто пазуистика. Да, да. Есть ссылка на какие-то определенные статьи, даже есть решения, в которых конкретно указываются нарушенные статьи. То есть они просто перечисляются. Но анализ их не проведен. В нем не говорится о том, что эти статьи конкретно нарушены и кем. Но в результативной части это все равно отказ от удовлетворения иска. Самира Хану, жители Баилова, которые, собственно, и попросили меня, чтобы я встретилась с профессионалом в области юриспруденции, они очень хотели узнать кое-что. Они хотели знать точно, на что они могут рассчитывать, во-первых. И во-вторых, как должен грамотно и правильно проходить процесс в поселении людей с территории, чтобы вот сейчас, в данный момент это прозвучало на нашем сайте, чтобы это было записано, и чтобы все знали, что мы должны ждать от человека, который пришел сносить нашу территорию. Ну, в первую очередь, да, в первую очередь они должны обжаловать действия тех лиц должностных, которые сносят их дома. Неизвестные имена. Неизвестные имена. Это могут быть сотрудники полицейского управления района, это могут быть сотрудники исполнительной власти города Баку. То есть это по практике, вот эти сносы проводят именно эти люди. Если нет конкретных лиц, и они не могут установить это, они не могут обжаловать их действия незаконные, тогда они просто подают в суд, обращаются в суд по нарушению права собственности. Суд на кого? На исполнительную власть. На исполнительную власть. А как вообще по закону должен происходить процесс сноса и подготовки к сносу? За сколько времени надо предупреждать людей и обговорить с ними о подробности? И как это надо делать? Первое, это должно быть постановление Кабинета министров о сносе. Если этот снос подразумевает территорию, предназначенную для государственных нужд, где проходят линии коммуникации, если там есть какие-то военные объекты. То есть, в первую очередь, нужно установить, почему нас сносят. Есть ли такое постановление Кабинета министров? Это первое. Затем, за год до предполагаемого сноса жители должны быть уведомлены о том, что предполагается сносить территорию, где они проживают. Им должна быть предложена компенсация. То есть, они должны получить официальное извещение от органов о том, что территория сносится по какой причине, на основании чего, для каких нужд и предложение с выплатой компенсации. Кроме того, если снос уже происходит, их должны обеспечить съемным жильем. И органы должны оплатить это жилье, проживание на съемных квартирах. Только если они соглашаются на сумму, которая им предлагается, они могут заключить договоры купли-продажи. Только после заключения договоров купли-продажи, после оплаты той суммы, на которую они согласились, они могут освободить эти дома для того, чтобы приобрести что-то другое. И, естественно, те, кто занимается сносом, не имеют права ломать территорию до тех пор, пока не ушел последний житель. Нет, они не имеют права ломать эти дома, пока люди, проживающие в них, не будут обеспечены безопасностью. То есть, в этом случае, здоровье и жизнь людей – это самое главное. Вот именно это подвергается большому давлению, опасности. Люди, находящиеся в домах, вынуждены терпеть, вот эскалаторы, которые просто сносят крыши, вынуждены терпеть слом и уничтожение имущества, личных каких-то вещей. Именно когда они будут находиться в безопасности, только тогда органы могут сносить это жилье. К сожалению, мы видели совсем обратно. Это было что-то страшное. То есть, на этой территории проживают больные люди, дети. Да. И это продолжается. То есть, в окно может влететь огромный камень, в спальню, где лежит ребенок, упасть на кровать. И знаете, что самое ужасное? Что те, кто это делает, они нагло смеются. Полиция, которая вызывает граждане, она приезжает, но защищает не людей, а те, кто ломает эту территорию. Вот этот уродливый парадокс. То есть, люди просто не знают, что им делать. Были даже озвучены фразы, что я просто повешусь на балках своего дома, я покончу жизнь самоубийством. Очень много людей хотят отказаться от гражданства. То есть, это уродливые, вот эти вот ужасные парадоксы, беззаконие, которые мы сегодня наблюдаем, и плоды, которых мы вынуждены пожинать. Вы понимаете? И самое ужасное, что абсолютно нет никакой защиты. В данный момент нет этой защиты. Но продолжая наш разговор о 1500, могу я вас спросить, имеет ли право закупщик территории оценивать территорию, которую он собирается купить, по бросовой цене? Он может предложить эту сумму, но если продавец, в данном случае жители, они должны согласиться на нее. Если продавец не соглашается на эту сумму, то есть, это принципы гражданского законодательства. Добровольность при заключении договоров купли-продажи. То есть, если нет моего воли изъявления, если я не согласен на какие-то условия договора, я имею право его не заключать и не подписывать. Насильное принуждение к заключению таких договоров, это ведет к нарушению законодательства. Кстати, вот насчет договоров. Жители поселка Баилова сказали мне, что на их имена открываются счета. При этом с них не требуют никаких подписей. Они говорят, что мы не были ни в банке, ни в нотариусе, нигде. Нас просто ставят перед фактом. На ваш счет положена сумма в размере 70 тысяч. Либо ты ее забираешь, либо нас дальнейшее не касается. В том числе есть один житель, фамилия которого Воля. Он тоже проживает на Баилово. Один из наших постоянных читателей. Он же, в общем-то, держит в курсе дел, происходящего на их территории. Он, значит, мне сказал, что он проживает в квартире, принадлежащей его дочери. Дочь замужем за иностранцем и живет за пределами Азербайджана. То есть на что может рассчитывать этот человек? Они грозятся в любой момент прийти, поломать его квартиру, выгнать его на улицу, но он не хозяин этой квартиры, а дочка живет за границей. Что вот в данный момент он может сделать, чтобы защитить себя, себя и свою пожилую супругу? Они пожилые люди. В данном случае единственное, что можно ему посоветовать, действовать от имени его дочери путем доверенности. То есть его дочь может выслать ему доверенность на все те действия, которые он имеет право делать от ее имени. И тогда он уже будет полномочен действовать по ее доверению. То есть если доверенности нет, до тех пор они не имеют права трогать ни его, ни это жилище? Если нет доверенности, в этом случае его права ограничены. То есть он в этом случае не может обратиться официально в органы, он не может подать иск в суд в отношении квартиры, в которой он не является собственником. То есть в данном случае, если подает в суд собственник, это наиболее лучший вариант. То есть так как это моя собственность, она нарушается, он может действовать только по доверенности. Но и ломать они не имеют права. Да, ломать они не имеют права, потому что пока еще не был заключен никакой договор, пока не проведены никакие действия и переговоры между продавцом и покупателем, естественно, они не имеют права это сносить. Потому что это собственность. Самир Хан, скажите, вот после утверждения генплана Баку, которого, возможно, мы скоро дождемся, могут ли быть какие-то изменения в отношении собственности людей в Азербайджане? Если будет новый генеральный план, то в данном случае я не думаю, что это изменит в какой-то области ситуацию. Просто потому что, во-первых, распоряжение отдает исполнительная власть города Баку, хотя они неуполномочены это делать. А я больше чем уверена, что дальнейшее распоряжение будет принимать именно этот орган. Полицейские управления должны действовать в соответствии с законом. Они этого не делают, даже несмотря на существование генплана. Я думаю, что если будет генеральный план, то это еще больше усугубит ситуацию. В каком виде. То есть это просто они будут ссылаться на генплан, показывать генплан жителям и говорить, что вот эта территория подлежит сносу, и мы имеем право делать то, что мы хотим. А что там будет построено, это уже никого не будет. Да, генеральный план это просто основание. Именно на основании этого генплана какое-то обустройство города производится. Но если это дальнейшее нарушение вот этих же статей законодательства, то здесь мы уже увидим, что генплан просто не имеет никакого значения. Он просто существует. А нормы законодательства гражданского, они так и продолжают нарушаться. Скажите, пожалуйста, вы видите, как специалист в области респруденции, выход из сложившейся тяжелой патовой ситуации, которая в данный момент происходит со словом, и с нарушением прав частной собственности граждан Азербайджана? Я лично выхода из этой ситуации пока что не вижу, даже как юрист. То есть жители, которые обращаются за защитой своих прав и просят защитить их права в судах, мы реально говорим, то есть люди, занимающиеся юридической практикой, мы реально описываем ситуацию, обратившись и говорим о том, что вот в этих судах, в наших, ты, скорее всего, проиграешь. Потому что у нас местные суды, они, как правило, не выносят решения против государственных органов. Это очень редкий случай, когда это происходит. Поэтому мы, как юристы, делаем все для того, чтобы защитить права граждан в судах, но не можем гарантировать им эффективной защиты в судах. Именно по этой причине мы обращаемся в Европейский суд по правам человека, потому что Европейский суд по правам человека, он, как правило, защищает именно право собственности. И это очень важное право. Оно охраняется в Европе. И даже я говорила с некоторыми международными специалистами, они говорят о том, что, вы знаете, у нас такого быть не может. То есть для того, чтобы снести дом, для того, чтобы выселить людей, должны быть веские основания, там есть закон и так далее, право собственности нарушаться не может. Даже со стороны государства, государственных органов. В Азербайджане, к сожалению, к большому, но это происходит повсеместно. И просто в данное время, я думаю, что это, скорее всего, проблемы системы самой. Это отсутствие независимости судебной системы. Суды не независимы, не самостоятельны. Они принимают решения, которые им диктуют органы государственные. Именно по этой причине у нас и происходит вот такой беспредел. То есть если бы человек, обратившийся в суд, был уверен в том, что он выиграет, если он прав, естественно, было бы и уверенности больше, и было бы меньше нарушений. Потому что даже те же самые государственные органы, они бы знали о том, что если я нарушу закон, суд меня обяжет, допустим, выплатить компенсацию, либо принять нарушение этих статей. Но так как они абсолютно спокойно реагируют на это, то есть они спокойны, что суд примет сторону именно государственного органа. Поэтому именно это и происходит. То есть я просто уверена в том, что это проблема независимости судебной системы. И практически мониторинги судебных процессов, они показывают и говорят о том, что судебные органы зависимы от органов исполнительной власти. То есть вот это переплетение, хотя это должно быть разделение четкое, оно дает вот такие результаты. То есть то, что человек не может добиться защиты своих прав в местных судах, ведет к нарушению, к еще большему нарушению его прав. И грубейшему нарушению со стороны именно государственных органов. И последний вопрос я вам задам, Самир Ханам. Люди, попавшие в эту тяжелую ситуацию, возлагают свои надежды на президента республики Ифа Малиева. Было написано огромное количество заявлений, просьб, петиций, прошений, жалоб, направленных на его имя. Может ли президент поменять сложившуюся ситуацию? Он может ли повлиять на то, чтобы судебная, вот эта правовая система была изменена к лучшему? Или же это не в его власти? Ну, учитывая то, что президент является главой исполнительной власти, а суды это все-таки судебная власть, они должны действовать независимо. У нас есть конституция. В конституции прямо указано, что нарушать право собственности нельзя, лишать человека право собственности нельзя, если это не предусмотрено законом. Если есть конституция, и если судебные органы ее не исполняют, в этом случае я не думаю, что кто-то может изменить эту ситуацию. То есть, я опять-таки повторюсь, это отсутствие независимости судебной системы. И отсутствие независимости, я бы сказала, вообще. Да. Я бы сказала вообще. Спасибо большое вам за интервью, Савер Хану. Спасибо вам. Было очень приятно и очень интересно. Спасибо. Спасибо.